Глава Торы называется Хукат. Есть полное название. Это Зод Хукат Хатора, то есть, что означает «вот законы Торы». Это книга Бемибдар, кто знает книга чисел. Самая интересная книга, кто ее любит, там перечисляется. В этой книге записано все. Это говорит о том, что Господь, Он ничего не упускает. Да, у Бога все записано, у Него все проконтролировано, Он всех знает и все, все как бы сочтены. Поэтому есть книги как чисел Бемибдар. Вы можете дома говорить, очень хорошо помогает для вашей дикции. Итак, краткое содержание этой главы. Маше получает закон о рыжей телице, то есть, пепел этой телице, он использовался для очищения для тех, кто прикасался к мертвому телу, и этот пепел использовался для очищения. Также смерть Мириам, Маше с поспешностью, из-за того, что народ вновь начал роптать о том, что ты куда-то нам привел, что ты сделал, Маше разгневался и, скажем так, сказал, да ну ладно уже, пейте вы эту воду. Знаете, ударил по скале несколько раз, ну немножко разгневавшийся ударил, да, ну я скажу, на его месте я бы, наверное, сделал бы то же самое. Ну если мы, у нас, у кого может быть большие семьи, тот понимает, хотя может быть и один ребенок в семье, он иногда доводит до такой кондиции. Ну это человеческий фактор, я ни в коем случае не осуждаю Маше, потому что мы знаем, что в таких подобных ситуациях мы можем, в принципе, поступить так же. На нем была огромная ответственность, поэтому, знаете, иногда пастыра тоже не отмечают, но бывает такое, иногда, да. Поэтому, ну конечно же, за это действие или содействие Господь сообщает ему новость не очень хорошую о том, что они не войдут в землю Абитову, но и он, и Араон. Хотя Араон не бил, но как бы, в принципе, может быть, тоже в этом помогал ему. Вот, потом смерть Аарона, но я думаю, что он не от этого умер, как бы пришло просто его время. И вместо него принимает Преосвященство его сын, да, Елеезер. Нашествие змей на народ Божий, да, из-за чего? Конечно же, снова из-за ропота. Так, Господь говорит Маше сделать ему медного змея, да, и кого змея укусит, кто посмотрит на этого медного змея, тот не погибнет. Очень важная такая вот деталь. Останется жив. Ну и победа над Сигоном. Вот такая, как бы, глава, то есть, да, и в этой главе можно увидеть много таких трагических событий. То есть, да, там, смерть Мириам, смерть Араона. То есть, Господь сообщает такую новость, что ты не войдешь в землю, там, начинает змея кусать, думаешь, Боже, ну, как бы, вся такая, вся глава такая трагическая. Ну, есть и, опять же, как посмотреть, да? То есть, с какой стороны посмотреть? Есть и не очень такие новости, как бы, да, но есть и очень положительные новости. И я бы хотел бы, чтобы сегодня вот в этой главе есть некоторые предметные вещи. Вот очень, знаете, когда мы читаем, да, мы читаем местописание, основном Ветхий Завет, он весь, это прообраз, как бы, да, то есть, написано, что закон он не довел до совершенства, но он до самого важного он довел, да? То есть, он довел до Машеха. Поэтому есть очень много предметных вещей, символов, да, которые очень важны для нас, и это является основанием нашей веры и нашего спасения. И мы об этих вещах предметных поговорим. Если забегать наперед, то, в принципе, практически 95% вся эта глава, она говорит о Машехе. Это именно, ну, если вот забегать наперед, то она вся говорит, как бы, о Ишу. И смотрите, давайте мы посмотрим предметные вещи. Итак, первое, то есть, да, это рыжая телеца, да, как Испутин сказал, принести в жертву рыжую телецу. При, когда приносили в жертву рыжую телецу, использовались таких три интересных предмета. То есть, это кедровое дерево, это червленая нить и исоп. Я не буду читать, как бы, там, да, ну, как бы, вы вот прочитаете эту главу, то есть, и сейчас я вам скажу. Это числа 19 глава с первого стиха по 22 главу первого стиха. Почитайте, как бы, там есть. Вот, и в приношении телец использовались три вида. То есть, это кедровое дерево, это червленая нить и исоп. Интересно, что кедр, это одно из дорогих деревьев, которые использовались в царских дворцах. То есть, при свидетельстве храма Соломона, то есть, это дерево, оно использовалось. Там, из него делали столпы из этого дерева и для тронных залов во дворе, как бы, храма. То есть, оно, как бы, использовалось в очень дорогих таких, вот, да, ну, как бы, местах, как... Скиния, да, там, или, ну, храм был Соломона. Также его использовали, Ной строил, Ной строил ковчег из Гафера, но Гафер, он очень похож на кедр. И также уже, потом, современные, как бы, корабли, они тоже строили из этого дерева. То есть, он очень прочное, оно непроницаемое, и... То есть, оно, оно не дешево, это очень дорогое дерево. Ну, и также с этого дерева, на этом дереве, на этом кресте был распят наш Господь Ишула. Именно из этого дерева был приготовлено там место, место казни. То есть, ну, очень такой важный, как бы, да, символизм. Также использовалось нить из червлен шерсти. Мы знаем, да, то есть, история, да, мы знаем, что, когда использовалась вообще эта, ну, нить. То есть, мы знаем про историю, да, то есть, на праздник Йом-Кипур, да, когда священник заходил во святое святых и приносил жертву, да, то, то есть, это красную нить привязывали от ворота храма, и когда приносилась жертва, да, то есть, мы знаем, два козла, да, козел для Господа и для отпущения, да, то потом эта нить, она становилась из красной, она становилась белая, да, то есть, это означало о том, что Господь, Он, как бы, прощает грехи народа, да, то есть, ну, как бы, прощает грех. Вообще, это, как бы, Миндраж, то есть, это комментарии Иосифа Флавия, то есть, ну, на самом деле, ну, очень, очень, как бы, ну, важные моменты, возможно, это так, так и было. Ну, я думаю, что Иосиф Флавиев, он не просто был обычный человек, это был историк, который исследовал, он жил практически самое ближе уже после смерти, как бы, Ишо, поэтому, как бы, это его комментарии, и он также комментирует о том, что, когда Ишо умер, то также завеса, там, одна нить, она поменяла цвет, то есть, ну, очень, как бы, такие интересные, как бы, вещи. Вот, и это, есть местописание, да, то есть, это Исайя, 1 глава, 18 стих, тут написано, «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волну убелю». То есть, да, и мы видим, что, другими словами, черленая нить, это, ну, кровь, она, как бы, символизирует кровь Ишоа, которой мы получаем прощение. Также мы знаем тоже историю, помните, когда Иисус знамен, да, когда спасается Раф, его семья, да, то есть, ну, они, там, для знака, то есть, привязали, ну, там, не нить, там была, как бы, ну, веревка красная, как бы, тоже вот такие, вот, как бы, моменты, то есть, и благодаря этому спаслась, спаслась она и вся ее семья. Это две таких, как бы, вещи, мы видим, что они, как бы, вот, как бы, символически указывают на Ишоа. И Исоп, то есть, это обычная трава, которая росла, в принципе, ну, везде, везде в Израиле, вот, ее, как бы, использовали, и мы знаем, что где ту траву использовали, да, то есть, ну, использовали при последней казни, вот, когда ангел-губитель ходил по местам, и Господь, он сказал о том, чтобы взяли эту траву, да, Исоп, там, как бы, знаете, тут даже больше не в траве дело, а в крови Ишова, но она тоже, вот, как бы, ну, что я хочу, как бы, этим сказать, то есть, именно ее, как бы, использовали, да, макали в кровь и мазали косяки, как бы, дверей, все мы это знаем. Вот, и, на мой взгляд, как бы, да, что я могу увидеть здесь, прокомментировать, то, что это символизирует, как бы, эта трава Исоп, она символизирует нашу веру. Так как эта трава, она росла везде, ну, то есть, она не то, что там надо было где-то искать, копать, или где-то ехать в какое-то особое место, где она росла, но есть такие растения, которые, ну, не везде они растут, как бы, да, то есть, мы должны постараться, чтобы найти. Она, как бы, росла везде, как бы, можно было просто взять, как бы, ее сорвать и что-то сделать. Я думаю, что эта трава, она символизирует нашу веру, потому что, так как она росла везде, это говорит, что вера в Господа, она доступна всем. Она не какая-то такая, знаете, заваулированная, да, там, или скрытая. То есть, она доступна, ну, всем. Кто, вот, захочет, может, ну, ее найти. И, действительно, это очень, такой, как бы, важный момент. И второе, медный змей. В принципе, уже, как бы, кто знает, да, там, Писание, мы можем уже посмотреть, да, что само, как бы, действие уже посылает нам, как бы, да, само вот название медный змей уже посылает нас в Брит-Хадыша, да, то есть, в Новый Завет. И мы знаем, что это, конечно же, говорит о нашем, нашем Мессии, да, о Господе, нашем Спасителе. Даже Ишуо напрямую использует те события, и он напрямую, как бы, использует то, что происходило там с собой. И местописание Иоанна, 3 глава, 14 стих, 14-18 стих. И он говорит, то есть, это, мы знаем эту историю, это было общение с Никодимом, когда он говорил о том, что Дух дышит, где хочет, потому что каждому человеку нужно родиться свыше, потому что никто не может увидеть Царство Божьего, если он не родится свыше. То есть, если Дух Святой, Дух Божий, Руха Кодыш, он просто, ну, не родит человека для Господа, потому что рожденное Духа есть Дух, рожденное не Духа, то есть от плоти есть плоти. И смотрите, что Ишуо говорит, он дальше продолжает беседу с Никодимом, и он говорит такие слова. «И как Маше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Верующий в него не судится». Это очень важная вещь. То есть верующий в Господа, он не судится, он не приходит на суд. Суд предназначен для других жителей этой земли. И вообще он предназначен вообще не для людей, а для очень плохого. Вот, да, видите, я просто, я люблю, когда со мной кто-то разговаривает. Я, видите, я когда много говорю, я немножко теряюсь, поэтому слава Богу. Хорошо. И написано, верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного сына Божия. И вот интересный момент. Это напрямую как бы связано с тем, что сделала Машетта, напрямую, скажем так, просто направляет наш взгляд и пролаживает наш путь к Ишуу Мессии. Интересный вот вывод. Я уже заканчиваю. Да, вся эта глава, она говорит именно о Господе. Вообще все Писание, вот если вы почитаете, вообще сам Дух Писания, главная красная такая вот нить всего Писания, это необходимость в спасении, в спасителе. Это важность и необходимость в спасении. То есть, да, и о том, что Ишуа, он придет, и он спасет, ну, ведь тот, кто будет веровать, он будет спасен. Это самый важный такой посыл. И в Англии, по-моему, в прошлом я говорил об этом. Вот. И делаю вывод, знаете, даже если мы идем по этой жизни, мы много ошибаемся, мы можем, как Моисей, ударить по скале, думать, да достали вы уже, возьмите вашу воду, пейте, что это, чтобы вы напились до конца своей жизни. Бывает такое, ну, потому что, и вы знаете, когда такие происходят моменты, да, или, может быть, какой-то грех ужалит нас, то для того, чтобы нам не погибнуть, нам нужно набраться сил, набраться сил веры и смотреть на Бога. Ничто в этой жизни не может нам помочь. Действительно, ничто. Даже мое сегодняшнее свидетельство, но я не буду говорить его сегодня в эфире, я могу быть твердо уверен, что если Господь с тобою, то ничего с тобой не приключится. Просто. Когда ты смотришь просто на Бога, и ты понимаешь, что ты уже в этой ситуации, и ты ничего не можешь изменить, ты просто Господь говорит, Боже, я доверяю все тебе. Поэтому я сейчас стою здесь, на этом месте, потому что я не согрешил, просто я говорю, что если даже кто-то согрешает, или что-то еще, вы смотрите на Бога. Или вы попали в какую-то ситуацию, вы не согрешили. Все равно смотрите на Бога, на Ишуа. И вы будете жить и возвещать дела Господни. Аминь. Аллилуйя. Будьте благословены.